Привет, просветители! Мне кажется, у каждого из нас есть своё призвание. Кто-то красиво рисует, другой поёт, третий танцует потрясающе. Моё же призвание, похоже, знакомить министра просвещения с реалиями современной школы. Не самая лёгкая работа, потому что для него, что ни день, то какое-то вечное удивление. То зарплата педагогов тайны за семью печатями. А потом и говорит, присылайте мне свои квиточки. Мы их проанализируем и узнаем, сколько учителя в России получают. Ходят слухи, что некоторые учителя всё ещё присылают. Третий год подряд. В прошлом году министр узнал, что оказывается, оказывается, дети и в начальной школе с историей знакомятся. Он просто хотел целую реформу исторического образования в стране забабахать. Пришлось немного успокоиться после того, как ему сообщили, что колесо вообще-то уже изобретено. Когда понятия не имеешь, как работает то, что ты возглавляешь... Это, кстати, не моё мнение. Чисто комментарий с Яндекс.Дзена. Вот я в профессионализме Сергея Кравцова вообще не сомневаюсь. Сюрпризы и приятные встречи подстерегают буквально на каждом шагу. Проходите, Сергей Сергеевич. Знакомьтесь. Кто это? Это дети. Да, мне тоже не особо нравится. Но работаем с тем, что имеем. И вот на прошлой неделе министр наконец-таки поддержал дружные голоса чиновников. Начиная от Володина и заканчивая Станиной. Которые уже несколько месяцев к ряду повторяют, что в современную школу просто жизненно необходимо вернуть трудовое воспитание. Поддержать-то министр поддержал. Но получилось у него, как обычно... Не очень. Мы, кстати, должны еще посмотреть на урок труда. И мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос над тем, чтобы вернуть урок труда. У нас сейчас есть урок технологии. Это дополнение урока цифровой технологии. Возвращайте, конечно. Расписание же резиновое. Вот английский уберете, как раз место для труда появится. А когда мы скажем урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно. А на уроках технологию ребят нет возможности сделать что-то своими руками. Исключительно чужими. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Я когда это услышал, грешным делом подумал, что может быть я просто совсем от жизни отстал. Потому что в мое время мои ученики как раз таки и работали руками на этих занятиях. Готовили, шили, строгали. Решил тут же рабочие программы посмотреть. Может быть за то время, что я в школе не работаю, все кардинально поменялось. Нет, те же темы, плюс-минус. Но программы программами. А что на самом-то деле? Поинтересовался в телеграме у своих подписчиков. Как у них обстоят дела с технологией. Может быть Кравцову тоже просто телеграм завести, прежде чем с очередной инициативой выступать. В общем, уроки технологии у министра и у обычного школьника это разные вещи. Хотелось бы высказаться очень просто. Как Александр Сергеевич Пушкин. Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом. Но это я в том смысле, что наши друзья из доставки еды Фудбенд доставляют еду круглосуточно. И на тебя лично, и на весь офис хватит. Ну или в парк на свидание, если у тебя выходной. По промокоду Остапов будет ну очень привлекательная скидка на все заказы и любые блюда. Заказывай хоть каждый день. Доставка по всей Москве. А еще, например, Фудбенд недавно открылся в Троицке, Митино и даже Алматы. Теперь и местные жители могут попробовать эту вкуснятину. В меню Фудбенд и пицца прямо из печи с разными начинками. Классическая или оригинальная от бренд-шефа. И разные сеты роллов чисто для себя или на всех. И сытные покеболы Фудбенд. С лососем, креветками и чем только не. Летом прям отлично зайдут. Я с лососем пробовал в свое время. А еще в меню много горящих и сытных блюд со сковородки. Лапша, овощи, курочка. Берите хоть все. Ведь чем больше заказ, тем больше скидка. Летом многие хотят и полегче, и посытнее. Вот та же грибная пицца, например. Кстати, для зрителей-бизнесменов у Фудбенд есть франшиза. Компания поможет с открытием пиццерии и доставки. Если есть такая мечта. Ну а если просто хочешь поесть, пиши при заказе Фудбенд промокод Остапов. Хоть сейчас. И получай скидку. Все по ссылке ниже. Приятного аппетита. Я скажу, вот в одной школе Шанхая самое-самое инновационное был. Ставят станки, стоят швейные машинки. Почему, я спрашиваю директора. Ну а как же? Во-первых, это формирование моторики, развитие мышления. А потом, если молодой человек не умеет, условно говоря, гвоздь забить или помочь своим родителям после школы. А у нас министр не знает, что и в российских школах, некоторых, подчеркну. И станки, и швейные машинки стоят. Ими даже пользуются. И без уроков труда. Поэтому обязательно, я, по-моему, поддерживаю этот законопроект. А вот и ключевая фраза. Мы поддержим законопроект. Это то, чем Министерство просвещения и занимается. Внимательно слушает власть и поддакивает. Президенту не хватило информации в учебнике о Великой Отечественной войне. Кравцов на следующий же день отчитался. Учебник переделаем. Все о патриотизме заговорили. Вот вам патриотизм. С горкой. Солдат не хватает. Так мы уже в школе готовы настрогать. О, Володин заявил, что молодежь нужно к труду приучать. Вот вам урок труда. Посмотрите, какие мы молодцы. Все под козырек. И вот здесь-то мы переходим к гораздо более глобальной теме. Эти самые возрожденные уроки труда отлично показали, что не так с нашими школами. Одна из проблем, связанных с реформаторами образования, они не имеют особого представления, как и чем живет современная школа. Чаще всего все их предложения строятся на трех столпах. Первый. Патриотизм. Тут, думаю, все понятно. Традиционные ценности. Здесь тоже обсуждать нечего. И третье. А вот у нас раньше. Это мое любимое. 60-летний дяди, минутка и джизма, с позиции советского школьника рассказывают современной молодежи, как они должны жить по заветам дедушки Ленина. Только вот стоит учитывать, что и страна уже другая, от идей коммунизма отказались, да и реалии совсем не те. Плюс и сами почитатели традиций живут немного по-другому. Но у нас-то было, значит и вам нужно. Когда очередной депутат решает, что он второй Макаренко, ну или как минимум Выгодский, ушел гуглить незнакомые фамилии. Именно ему известно, как детей учить, но он же сам школу закончил. По идее и должны подключаться профессионалы. Те люди, которые, во-первых, хорошо понимают, что в школе происходит, в общем, наши чиновники сразу же отпадают, а во-вторых, осознают, что образование – это система. И менять все на ходу просто потому, что кому-то там в думе что-то показалось – не самая хорошая идея. Дальше исключительно мое оценочное суждение. Вообще не претендую на истину. Но мне кажется, что огромная проблема, что товарищи, которые могут что-то изменить в нашем образовании, смотрят не на тех, кто в школе работает и учится, еще чего. Их глаза устремлены исключительно наверх, туда, к небожителям. Тому же самому Кравцову достаточно было бы просто почитать комментарии учителей, родителей и школьников, чтобы понять. Проблема не в отсутствии уроков труда, которые просто нужно к технологии добавить. Все гораздо глубже и серьезнее. Да, в некоторых школах дети действительно ни молоток в руках не держали, ни оливье ни разу не готовили. Что-то опять есть захотелось. Но причина не в отсутствии уроков, плохой программе или западных кукловодах, испортивших советское образование. У многих школ банально нет материальной технической базы, чтобы обеспечить нормальную трудовую деятельность. Там, где есть учителя и нормально укомплектованные кабинеты, школьники слушают речь министра и понять не могут. Ты о чем? Они и так постоянно что-то делают. Те самые священные труды. Там же, где кроме четырех голых стен ничего нет, да хоть 10 уроков труда добавьте, ничего не изменится. Но если нет у школы плиты, то темы о готовке, что на уроках технологии, что на уроках труда, будут простой профанацией. Максимум теорию в тетрадочку запишем. Просто еще один предмет в расписании ничего не изменит. Я сейчас что, реально какими-то секретными данными делюсь? Почему Паша Остапов из Ютуба это понимает, а чиновники как будто на другой планете живут? Хотя почему как будто? Из всех этих гениальных трудовых инициатив реализовать можно будет разве что уборку кабинетов. Это, безусловно, тоже труд, но совсем не тот, о котором министр говорил. Вместо того, чтобы плодить бессмысленные, дублирующие друг другу уроки, министру и всем сочувствующим неплохо бы ревизию школ провести. Понять, почему в одних школах технологии это практический предмет, а в других, ну, буквально чистописание. Вместе с этими новоявленными трудами государство готово огромные финансы выделить, чтобы хотя бы попытаться уравнять учеников из разных школ. Если нет, то перед нами очередной пример типичной болтологии чиновников. Уважаемая администрация, вот вам новый урок. Делайте, что хотите. Вернуть программу среднего образования, труды и другую общественно полезную физическую деятельность предлагает группа депутатов Госдумы под руководством председателя Комитета по просвещению Ольги Казаковой и Мины Останиной. По замыслу парламентариев, дети и подростки должны будут убираться, сажать деревья и цветы, помогать школьному театру, музею, библиотеке. Колледжа и училища это тоже касается. Еще авторы законопроекта ратуют за обязательные труды. Уроки труда такие, как раньше были в школе. Чтобы все это провернуть, и я здесь говорю не о нормальных уроках труда, как раньше, я уже объяснил, почему без нормального финансирования это изначально провальная инициатива. А об обычной уборке в школе придется аж закон об образовании менять. С другой стороны, нам не привыкать, потому что сейчас нечто подобное можно провернуть совершеннолетними учащимися только с их согласия. А если школьнику нет 18 лет, то тут финальное слово, конечно же, за родителями. Но, похоже, новая версия закона это все поменяет. Все, кто говорит и пишет, что какие-то программы в школе должны быть как раньше, забывают, что живем мы не как раньше, говорит завод школы Лидия Леонидовна. Школы на хозрасчете. Наша финансово-хозяйственная деятельность строго регламентирована и подотчетна. Школа – юридическое лицо. Мы обязаны жестко соблюдать правила безопасности и санпины, нормативы гигиены и прочее. Это к вопросу уборки или детских дежурств. Спасибо – нет. Лучше клининг. Или решили, что девочки должны в школе пироги печь, картошку жарить, а хоть представляют, как нам эти плиты закупать, куда ставить, и главное, как согласовывать с госпожанодзором в центре Москвы. Мы ели флагшток, во дворе пробили, и вы понимаете, там была совсем иная значимость. Нет, в том-то и дело, что эти люди этого не понимают. Они либо реально верят, что достаточно просто закон принять, и все изменится, а если не поменяется, то они все равно никогда об этом не узнают, потому что по отчетам все будет чики-бабони, либо им банально все равно. Главное – показать свою инициативность и традиционность. Все как в Советском Союзе, только без той социальной идеологической поддержки, которая и делала те принципы рабочими. Понимаете, озвучивать потрясающие идеи можно просто до бесконечности. Мы уже проходили и обязательный второй иностранный язык, но в нашей школе даже учителя первого нет, обязательное плавание в каждой школе, у нас туалет на улице, с другой стороны по весне как раз в плавь можно добираться, театр в каждом образовательном учреждении, я уже рассказывал, что в крупной школе это будет театр, а в деревенской – табуретка в коридоре. Читай стихи, мальчик. Солнечному миру? Нет, нет, нет. Ядерному взрыву? Да, да, да. По-моему, это не те стихи. Дмитрий Анатольевич, а вы не подсказывайте. И главное, если не задумываться, на какие шиши все это будет реализовываться, то свою фантазию можно вообще не сдерживать. Давайте каждому школьнику по ручной терапевтической коале подарим. А то 11-классники часто стрессуют, а коалы эвкалиптом пахнут. И добираться теперь до школы ученики будут на частном вертолете. Нет, ну правда, если денег все равно никто не собирается выделять, то зачем полет фантазии ограничивать? Где деньги, Зин? Вот инициатива, вот бабло. Без второй части первое – просто словоблудие. Если в начале все эти гениальные, оторванные от жизни предложения было весело обсуждать, что еще придумают, то теперь уже даже как-то не до смеха. Потому что вырисовывается Потемкинская деревня каких-то просто, ну, монструозных размеров. Столичные умы продолжают набрасывать идеи, совершенно не интересуясь, что происходит в провинции, а школы с завидным упорством отправляют отчетики. Усё отлично, усё сделано. А кто крайним оказывается? Правильно, как обычно. Школьники и учителя. Друзья, если вы считаете, что это видео достойно большого количества просмотров, то, пожалуйста, поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, напоминаю про свой Телеграм. Там интересно, и все новости образования появляются гораздо быстрее. Кроме того, у меня есть страничка на Бусте. Если вы готовы поддержать мое творчество, то я вас там очень жду. Все ролики выходят быстрее, без рекламы. Кроме того, там доступны эксклюзивные влоги из моих путешествий. Надеюсь, вам будет интересно. Кстати, сейчас вы видите имена самых топовых товарищей, которые меня поддерживают на Бусте. Огромное им спасибо. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова